Всем привет! Вы на канале Вязаные Истории. Меня зовут Юлия. Я сегодня наконец-то решилась, включила запись видео и хочу показать вам, что я тут навязала за прошедший месяц. Да, уже больше месяца я не снимала видео, так как у меня совершенно пока что не хватает на это времени. Пока вам буду рассказывать, подержу в руках вот таких ламочек, чтобы вы их порассматривали. Получается, планы у меня были на месяц грандиозные. Я хотела участвовать в начале августа в ярмарке, но я ее отменила по причине того, что у меня просто нет столько игрушек. Ну и в тот же день практически я собралась и сходила на почту, отправила все свои игрушки, что были на ярмарку, которая проходит без моего участия. Я уже вам про это рассказывала. Ламочки вот эти я показала вам в прошлом видео, показывала только заготовки и спрашивала у вас, было очень интересно, угадаете ли вы, что это за игрушка будет. И все, кто писал, действительно угадали. Это оказалось совсем не сложно по одной только заготовочке узнать игрушку. Это брелочки, ламы. Я вязала их по бесплатному мастер-классу. К сожалению, кто автор, мы не знаем. Но Ирина Домосед, кажется, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, я напишу на экранчике, как правильно. В общем, она выставила это описание на Яндекс.Дзен. Там я его и нашла, и связала вот таких. Вяжутся они, конечно, очень просто. Основная часть вот эта. После нужно все сшить снизу, пришить мелкие ушки, пришить вот этот носик, связать дополнительные детальки. И на самом деле это занимает очень много времени. За то время, что я вязала этих ламочек, я могла бы успеть связать столько же по количеству, но игрушек большего размера. Потому что слишком много мелких деталей, которые отнимают значительное количество времени. Хотела я их вязать 20 штук, но после того, как ярмарка отменилась, я поняла, что такое большое количество мне просто будет некуда девать. Туда, куда я отправляю игрушки, там мелкие игрушки не продаются. Поэтому я для пробы отправлю пару штук, но посмотрим, будут ли они там продаваться. Еще загвоздка в том, что на такие маленькие игрушки не поставишь большую цену. А вот времени они у меня заняли столько же, сколько большая игрушка. Поэтому теперь такой сложный момент, сколько поставить за этот бревочек. Я даже не представляю. За большую стоимость я сама лично бы такой не купила. Еще мне надо будет привязать сюда карабинчики. Вот такие еще расцветочки есть. Будут полноценные бревочки. Десять штук. Пять штук у меня в таком теплом оттенке. Это джинс 0,7. И пять штук в холодном. Это, по-моему, 80 какой-то там номер. Ярнаш джинс. Он недавно появился. Я такой раньше не видела цвет. Вот такие интересные игрушки. Мне понравилось их вязать, даже несмотря на то, что это очень долго. И если бы у меня было больше свободного времени, то, наверное, да, я получила бы от них удовольствие. А так, ну, немножко зря, мне кажется, я их связала. У меня даже еще осталась вот такая штучка. Лишнюю увлеклась. Не заметила, как связала лишнюю. Отправлю для начала две или три штучки. Посмотрю. Если продадутся, будет хорошо. Ну, и еще, может быть, вы мне подскажете, сколько можно поставить стоимость для вот такой маленькой игрушки. Ну, очень маленькая. У меня здесь, видите, также вот вышиваются вот такие ножки. Дальше уже, чтобы хоть как-то что-то навязать, я переключилась на плюшевую пряжу, потому что ей вязать гораздо быстрее. И связала вот такого мишку. Первого я, кажется, связала вот этого. У меня появился вот такой мишутка. Смотрите, какой большой, классный мишка. Его я связала гораздо быстрее, чем я связала и оформила одну вот такую маленькую ламочку. То есть здесь было настолько все просто, быстро. Я прям очень довольна. И сразу же на фоне этой своей радости я взялась за второго. И, в общем, связала два вот таких медведя. Медведи эти бесплатный мастер-класс. Он есть в Инстаграме в текстовом формате. Но для тех, у кого нет Инстаграма, у кого он не работает, есть канал на Ютубе, в котором можно посмотреть мастер-класс на этих медведей. То есть там мастер-класс, получается, видео, попетельный. Но если не хотите попетельный, то под, в описании, под тем видео мастер-классом, есть ссылка на автора текстового мка. Единственное, то, что там вяжут тигрят. Но я сделала все то же самое, абсолютно. Единственное, выбрала другие цвета и связала вот таких мишек. Хвостики я вязала отдельно и уже после пришила, после того, как вывязала обвязку. Потому что в первом варианте я сначала пришила хвостик, потом делала обвязку. Это немножко сложно оказалось. Поэтому вот в этом варианте я уже сделала наоборот. Сначала обвязку, потом хвостик. Мишки, правда, очень быстро вяжутся, легенькие и вызывают у меня только положительные эмоции. Они такие упитанные, пухленькие, пряжи ушло немного. Вот здесь получается основной цвет ножки, ручки и голова. где-то наверное половина моточка у меня ушло. Такие прикольные мишки. Ручки наверное можно было сделать подлиннее, но я уже оставила так, как было в мастер-классе. если бы еще была коричневая пряжа, я бы еще таких связала, потому что правда очень мне понравилась схема, особенно после ламочек. После того, как я промучилась с ними, я так обрадовалась этим мишкам, мишкам. Ну а после мишек я уже взялась за котиков колобков, потому что у меня были навязаны вот такие детальки, как я думала 15 штук, но после того, как я связала, оформила 15 котиков, у меня нашлась еще одна вот такая деталь. Надо вязать теперь 16, не будет же она вот так просто лежать. И давайте теперь покажу котиков. Мне очень нравятся они вот в таких натуральных цветах, коричневые, рыженькие, и обязательно, чтобы присутствовал белый цвет. Я пробовала вязать без белых полосочек, вот, на примере вот такого синего котика. И мне кажется, с белым котики смотрятся намного интереснее и выигрышнее. Больше привлекают внимание, ярче. Прям так хочется просматривать вот этого белого, потрогать. Вот это особенно. Почему-то всегда белый цвет притягивают, чтобы его потрогать. Не знаю, как они будут продаваться на ярмарке, потому что все будут их брать, смотреть, может быть будет проблематично из-за белого цвета, что могут быстро залапаться, но надеюсь, что они очень быстро раскопятся и не успеют запачкаться. Вот такие. Получается не с белыми полосками я связала три. Один у меня вот такой, один с более светлыми полосками и здесь я перепутала началась просто со светлого серого цвета, хотя хотела из синего и один у меня вот такой то есть три котика именно для мальчишек мне они если честно не очень нравятся потому что говорила уже то что белый цвет мне нравится больше как-то выигрыш не зато вот таких рыженьких у меня тоже три штуки первый второй третий два одинаковых и один немножко отличается потому что у меня рыжей пряжи было очень мало тут я уже использовала все свои остаточки вот этих красивых цветов остались прям очень маленькие маленькие клубочки уже не хватит на еще одного котика вот остановилась на трех про мастер-класс я думаю уже все знают потому что все вяжут этих котиков постоянно мастер-класс Ирины Кистаевой ссылку на него он бесплатный ссылку я оставлю в описании под видео котики которые мне понравились больше всего вот эти у них есть дело темные ушки плюс сочетание с черными глазками носиком очень здорово смотрится контрастно и вот этот сам цвет красивый мне нравится больше всех они такие прям выразительные получились я бы из всех выбрала бы именно вот этих себе дальше у меня здесь вот такие котики в персиковом цвете в коровавом наверное да это коровавы персиковый чуть-чуть поблинеем такие носик я вышивала обычной швейной ниточкой в два сложения вот это вот делала я один раз уже вязала такого котика для своей дочи и там я вышивала ей носик зернар джинс единственное я делила эту ниточку на две и там смотрится толстовато а вот швейная ниточка прям сама тоненько аккуратненько мне кажется очень миленько смотрится так вот такой фиолетовой сиреневой у меня один всего лишь котик и вот такой тоже один с бирюзовыми полосочками а вот это прям девчачий вариант розовый с мятными ушками лапками и хвостиком именно для девочек и последний пятнадцатый котик почти такой же как эти только наоборот сделала ушки лапки и хвостик розовеньким остальное мятным вот такая у меня собралась компания котиков посмотрю как будут продаваться эти я их в понедельник уже тоже отправлю соберу их пару ламочек и мишек посмотрю как они будут продаваться и если будет все хорошо то я с удовольствием повяжу таких еще ну а пока что я буду переходить на полухлопковые игрушки я уже себе купила мастер-класс иностранный не на русском языке но там такие игрушки которые меня очень привлекли я таких еще не видела там получается идут как куколки только мальчишки в форме пожарный полицейский и солдатик они небольшие полухлопковые вот я их буду вязать в следующем видео я постараюсь я постараюсь не пропадать и в следующем видео вам все покажу всем спасибо кто писал мне кто потерял меня за этот месяц отсутствие мне правда очень приятно то что вы ждете мои видео то что вам интересно как у меня тут вязальные мои дела вот постараюсь впредь так больше не пропадать до новых встреч я надеюсь мы увидимся уже очень скоро всем пока пока